С Томской Томью С Томской Томью Моменты же у ворот Сибиряков возникали, пусть не так часто и не такие убойные, как нам хотелось бы, но возникали. И первым на острие атаки оказался Иванов, в ногах у которого Томский кипер Суровцев достаточно эффектно забрал мяч. Не брезговали арсенальцы и дальними ударами, особенно Зезин, так и порывавшийся приложить по воротам до подхода основных сил обороны противника. Первым в раму, однако, попал Иванов, но, к сожалению, не сильно и в руки Суровцеву. Правда, до 100% на голевых моментах дело не доходило. Тем более, что злобные сибирские защитники в середине тайма приложили Грицину, через которого шла игра в центре поля. Так что нашего 11 номера пришлось уносить на снятанной карете. До перерыва лишь Винтов имел возможность нанести убойный удар с хорошей позицией после скидки Дакича, но мяч, как говорится, позвало небо. Увидев, что игра в атаке у арсенала складывается, но не очень, Томи несколько встрепенулась и под занавес первого тайма предприняла ряд вылазок на нашу территорию. Особенно запомнился хлесткий удар Коновалова в притирку с нашей штамбой, а также момент, когда Дьяконов слегка попежонил, красиво парировав мяч, пущенный мимо ворот Перминовым. Но все хорошо, что хорошо кончается, и с началом второго тайма артобстрел Томских ворот возобновился. Причем особо свирепствовал в этом все той же зезень. К тому же Велимудрый Третьяков выпустил на поле еще одного форварда, а именно Дорошенко, который сразу же начал обострять игру у чужих ворот. Запомните этого парня, сегодня вы о нем еще услышите. Тем временем моменты у ворот Суровцева начали возникать уже по-настоящему острые. Вот Веселов с убойной позицией бьет с разворота, но время пить Херши еще не пришло. Оно придет меньше, чем через пять минут. Когда Иванов подаст угловой, защитники вроде бы вынесут мяч из шрафной, но Амиджич его туда вернет. А Веселов примет, обработает и прокинет на ход Дорошенко, который и забьет первый гол Арсенала в сезоне 2001 года. А лекующим трибунам останется только порадоваться столь успешному дебюту игрока молодежной сборной Украины в российском футболе. После того, как на табло загорелась долгожданная единичка, самой заметной фигурой на поле стал Евгений Зизин. Лучший игрок матча по версии футбольной панорамы. Его дальние удары каждые пять-десять минут напрягали Суровцева. Кроме того, Зизин исполнял все стандарты, за исключением угловых с левого фланга, что жизнь голкиперу Томи тоже не облегчала. Да и Дорошенко, вошедший во вкус, таранил оборону гостей, заставляя защитников трудиться в поте лица. Лишь пару эпизодов удалось создать Томичем, пытавшимся все-таки отыграться у ворот Дьяконова. Но Павел действовал безошибочно, а при случае не упускал возможности и попижонить. Такая манера, пожалуй, скоро сделает из него любимца трибун. Да и вообще, концовка матча стала бенефисом питерского футбола. Именно оттуда родом Дьяконов. Не подкачали и его земляки. Сначала Зезин в очередной раз приложил с линии штрафной. Из считанных сантиметров не хватило до более убедительной победы Арсенала. А затем, после углового, идеально поданного тем же Зезином, Иванов уже забивал, но блестяще сыграл Томский кипер. И тем не менее, победа. Трудные, добытые в матче с хорошо подготовленным и в чем-то даже хамоватым соперником три очка, заслуженно лягут в турнирную копилку Арсенала. С почином. Я вступил.